Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на библейском портале Экзегет. И сегодня мы займемся изучением пятой главы этого Евангелия. Эта глава начинается словами «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзший уста свои, учил их, говоря». Во-первых, мы видим, что Господь начинает свою проповедь на горе воссев, то есть он действует как царь царей. Ученики приступают к нему, как объясняют святые отцы, для наставления в вере. Народ ищет чудес и исцелений. Немножко непонятна конструкция второго стиха «И он, отверзший уста свои, учил их, говоря». Трижды об одном. «Отверзший уста, учил, говоря». А как это на современный русский перевести? «Открыв рот, учил, говоря». Почему так сказано? Святые отцы, объясняя это такое внешнее недоразумение, говорят, истинный учитель учит не только тогда, когда он говорит, но и тогда, когда он молчит. Всем поведением своим, всем действием своим. А в этом случае он учил, отверзший уста, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Нищие духом – это люди, которые осознают свою духовную нищету, несостоятельность, осознают свое духовное несовершенство. А почему они блаженны? А что делают нищие? Они просят подаяния. Так и нищие духом блаженны, потому что, прося у Бога, который есть сокровищ благих и жизни подателю, они получают. Как в этой же Нагорной проповеди сказано, «Если сын попросит у отца хлеба, неужели он даст ему камень? А если попросит рыбу, неужели он даст ему змею?» Поэтому, пока мы осознаем свою духовную нищету, мы обращаемся к Богу за поддержкой, и Он дает ее нам. И значительно хуже, когда кто-то уверует в то, что он духовно совершенный, достигший некой полноты. Это уж точно состояние прелести. Такому человеку можно только сочувствовать. «Блаженны плачущие, ибо они утешутся». Сразу возникает вопрос, о чем плачут эти блаженные. Блаженный Феофилакт пишет, «Они плачут не только о своих грехах, но о грехах других людей». Вы слышите, друзья? Они не злорадствуют о грехах других людей, они оплакивают их грехи. То есть, проявляя сострадание, они сами заслуживают сострадания, но уже со стороны Бога. Ибо мера того, как мы относимся к другим, и может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Далее. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Феофилакт пишет, «Кроткие – это не те, которые совсем не гневаются, совсем не гневаются, только душевнобольные. Кроткие – это те, которые знают, когда сдерживать гнев, а когда его не сдерживать». Известный был такой случай. Однажды к святителю Филарету Дроздову подошла некая женщина и сказала, некая барышня, и сказала, «А как же вы служили молебен на воинский поход нашей армии, если в Писании сказано, что врагов надо любить?» На это святитель Филарет Дроздов ответил. «Личного врага люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей». Поэтому, когда мы говорим о кротких, это не те, которые совсем не гневаются. Мы знаем, что и Господь Иисус проявлял гнев, когда Он вошел в Дом Божий и увидел, что Его превратили в рынок, и базар, где менялось, сидели и обменивали деньги, люди продавали разный скот, Он взял бич и съедаемой ревностью за Дом Божий совершал изгнание всех этих торгашей. И мы читаем далее. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Имеется в виду алканье духовное и жажда духовная, когда мы ищем слушать Слово Божие, ибо не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Здесь опять эта же тема. Мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. «Мы должны быть милостивыми и прощающими, потому что мы сами нуждаемся и в прощении, и в милости». «Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят». Сердечная чистота – это то, что недоступно человеку. То есть он не может это стяжать сам. Каким бы ни был бы совершенным хирург, он не может делать операцию на свое собственное сердце. Так и очищение нашего сердца – оно возможно только для Бога. И когда мы примиряемся с Богом Отцом через Сына Его, Господа нашего, Иисуса Христа, то Бог очищает наши сердца и делает нас способными к новой жизни в Нем и с Ним. И созерцание Бога – это счастливая участь спасенных народов, которые спасаются кровью Агнца, и они будут стоять пред престолом Божьим. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, миротворец – это человек, который помогает другому человеку примириться с Богом». Только такой смысл имеет это слово в Священном Писании. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот этими словами оканчиваются евангельские заповеди блаженств, в которых раскрывается суть христианской этики и эстетики. И посмотрите, в мире представление о блаженстве, о счастье, противоположно тому, как об этом говорит Евангелие. «В мире блаженны не нищие, а богатые, не плачущие, а хохочущие, не кроткие, а наглые, не алчущие и жаждущие, а присыщенные, не милостивые, а гневливые, не чистые сердцем, а присполненные коварства, не миротворцы, а агрессоры, не изгнанные, а гонители». Действительно, мир верующего человека, который живет христианскими ценностями, и мир людей, которые живут без христианских ценностей, это как бы два совершенно разных измерения. Но мы живем рядом друг с другом, и наша задача — поделиться радостью нашей веры с теми, которые еще не приняли ее в свое сердце. Потому что человеческая радость, человеческое блаженство, то, как понимают это люди, в таком гедонистическом угаре, все это быстро проходит. А та радость, которую мы обретаем во Христе и со Христом, начавшись в этой временной жизни, она уже не прекратится никогда. И далее мы читаем. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то есть перестанет быть соленой, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Действительно, если соль перестала быть соленой, наверное, это уже не соль. Может быть, это песок такого чистого, белого цвета, очень похожий на соль, но это не соль. И в Писании есть такие трагические слова. «Ты имеешь имя, как бы жив, но ты мертв». Вот не дай Бог какому-нибудь христианину оказаться в таком положении, что он как бы имеет имя, что он жив, называя себя христианином, но он духовно мертв. Апостол Павел называет такое состояние кораблекрушения в вере, когда человек, может быть, хорошо начал, но потом соблазны мира, искушения мира опрокинули его. Соль нашей веры – это нравственные и моральные принципы евангельского учения. Без этих принципов христианской проповеди любви все бессмысленно. Ни догматика ничего не значит, ни подвиги ничего не значат. Как в 13 главе 1 послания Коринфянам сказано, «Имеешь всю веру, все познание, любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы». Тело отдашь на сожжение, любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. Соль нашей веры – это евангельская любовь, без которой христианин уже не является христианином. И далее Христос говорит, «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшую свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Оказывается, свет евангельского благовествования, который проникает в наши души, он имеет целью отразиться от наших сердец и явиться другим людям. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Как луна, она не является источником света, она отражает свет солнца и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы луны, и христианин, святой человек, праведный человек, это человек, который сумел отразить свет Христов, который проник в его жизнь. И более того, в послании к римлянам, первая глава, апостол Павел пишет, что и саму благодать, даже и само апостольство мы получаем для того, чтобы покорять вере народы, между которыми мы находимся. То есть это не есть что-то такое, что делает нас вещью, которая замкнута сама на себя, сама в себе. Все ради ближнего, все ради Бога. Ибо служение Создателю и ближнему это и есть большая заповедь. И далее Христос говорит, пятая глава Евангелия от Матфея, с 17 по 20 стих, о своем отношении к Моисееву закону. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Иота и черта – это самые маленькие буквы в еврейском алфавите. Это даже надстрочные и подстрочные знаки, которые дают огласовки к согласным. То есть Христос этими словами научает нас очень бережно относиться ко всему библейскому откровению, особенно к закону Божию, о котором псалмопевец Давид говорил, что «Слово Твое – светильник для ноги моей, ибо закон Бога есть Господне руководство к действию. Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И далее. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что значит превзойти праведность книжников и фарисеев? Это достигнуть эту праведность и превзойти ее. А в чем заключалась праведность книжников и фарисеев? Во внешнем исполнении закона. А нам надо превзойти внешнее исполнение закона, наполнив свою душу внутренним содержанием каждой заповеди. Вот это очень важно понять. Когда Христос говорит большая заповедь, меньшая заповедь, он имеет в виду то, о чем он будет говорить далее. Например, если человек гневается на ближнего своего напрасно, он нарушает меньшую заповедь. А если он через этот гнев становится убийцей, он уже нарушает большую заповедь. Или если человек смотрит на женщину с вожделением, он нарушает меньшую заповедь. Но через это нарушение он может совершить и сам акт прелюбодеяния. Таким образом, Христос показывает, что в духовной жизни нету мелочей. Все имеет значение. И больше, и меньше заповедь, и мы со всяческим усердием должны стремиться исполнять закон Божий. Далее он так и учит. Вы слышали, что сказано древним «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть обзовет его пустым человеком, никчемным, подлежит синетриону, то есть высшему судилищу, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Действительно, человек от слов своих оправдается или осудится. Далее Христос говорит, «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой преджертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой». Известен случай в русской истории, когда преподобный Сергий узнал, что новгородцы хотят отложиться от московского князя Дмитрия Ивановича, он пришел в их земли и в храмах забрал все антиминсы и сказал, «Службы у вас не будет, пока не признаете московскую власть». Конечно, кто-то мог возмутиться и сказать, что выше литургии и при чем тут наше отношение к московским властям. Однако, в понимании преподобного, если брат имеет на тебя. Христос именно так и говорит. Он не говорит, ты имеешь на брата, брат имеет на тебя. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Действительно, как можно приступать к божьему жертвеннику, вкушать бескровную жертву, если ты в конфликте с другими людьми или они с тобой. Далее Христос наставляет нас «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Что значит «пока ты еще на пути с ним»? Можно истолковать так «пока ты еще жив» и у тебя есть возможность что-то исправить в этой жизни или есть истолкование на пути с ним, пока вы еще хоть как-то вместе, у вас уже есть конфликт, вы уже соперники, но какую-то часть жизни вы пройдете вместе, например, вы молитесь в одном храме или вы живете в одном городе, в конце концов, вы соседи по одной лестничной площадке, надо спешить иметь мир со всеми. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно, говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондрата. Речь идет о том, что судьей является Господь. Если слуга Господа, ангел смерти, придет в ночи и заберет нашу душу, с чем мы останемся, если мы так и не обрели мир с ближними? Далее Христос опять говорит о том, что заповедь, которая может выглядеть внешне как меньшая, на самом деле ее исполнение может защитить нас от серьезного греха. Вы слышали, что сказано древним не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Золотоуст объясняет. Речь идет не о глазе, не о руке, иначе бы не было сказано правый глаз, правая рука. И действительно, если правый глаз соблазняет, то соблазнит и левый. Если правая рука соблазняет, соблазнит и левая рука. Но здесь имеется в виду, если кто-то или что-то дорого тебе, как твоя правая рука и как твой правый глаз, но этот кто-то или что-то ведет тебя путем погибели, лучше отказаться от общения с таким человеком и не иметь привязанность к чему-либо, который может обернуться погибелью. Сказано также, что если кто разводится с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, а кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. В контексте других Евангелий мы видим, что Христос объясняет, что Моисей по жестокосердию разрешил давать разводные письма женам. Что значит по жестокосердию? Иначе бы эти мужчины убивали бы своих жен, чтобы завести себе новую жену. Вот настолько они были жестокосердны. А наше христианское понимание брак это союз, когда Бог сочетает мужа и жену вплоть едину, и никто не может разлучать то, что Бог сочетал. Святость брака, святость семейных уз, это то, что оберегается евангельским откровением, наставлениями Христа Иисуса, который разрешал развод только по вине прелюбодеяния одного из супругов, то есть, когда налицо присутствует явная неверность. Во всех других случаях люди должны стремиться сохранять семейные отношения, потому что само это чувство влюбленности мужчины к женщине, женщины к мужчине, оно как бы овеяно благоуханием Эдемского сада, где Бог сказал, обращаясь к первому человеку Адаму, плохо тебе быть одному, сотворим для тебя помощницу, соответственно тебе. Далее Христос говорит о клятвах. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она под ножей ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукава. Этими словами, конечно, Христос не упраздняет воинскую присягу и клятву в суде, но этими словами он показывает, что христианин не может быть двоедушным, у христианина да, это всегда да, а не так, что утром ты говоришь да, а вечером ты говоришь нет, и у христианина нет, это всегда нет, а не так, что сегодня ты говоришь нет, а в другой ситуации ты скажешь да, изъявишь согласие, например, на какой-то греховный поступок. Христианин должен быть прямодушным, ибо всякая неправда есть грех, от слов своих человека судится, и от слов своих оправдается. И далее мы читаем, вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. Это заповедь око за око и зуб за зуб, она научала в оке ближнего любить свое собственное око и в зубе ближнего любить свой собственный зуб. В том смысле, что человек понимал, если он повредит око другого человека или вышибет в драке его зуб, он получит то же самое. Но христианство это религия, где деятельная любовь превосходит этику, эстетику ветхозаветного понимания нравственности и морали. Христианство это религия, которая выводит взаимоотношения между людьми из сферы товарно-рыночных отношений в плоскость божественного бесстрастия любви. Какие законы царят в мире? Это как бы товарообмен. Мы любим любящих и ненавидим ненавидящих. Мы любим любящих и ненавидим ненавидящих. Это как бы пластинка, которая заела. Христос говорит нет. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя. Не отвращайся, не становись вещью, которая сама в себе, некий человек в футляре. Живи для других. Христианин – это человек для других людей. Нельзя об этом забывать. И далее мы и читаем. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Вот эти товарно-рыночные отношения. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного. А почему такой вывод? Будете сынами Отца вашего небесного. Имеется в виду, что дети похожи на своего Отца, а Бог есть тот, который проявляет заботу и о праведных, и о неправедных. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Вот это божественное бесстрастие любви ко всем выводит христианина из плоскости товарно-рыночных отношений. «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Действительно этот закон стаи солидарности стаи он может царить и в волчьей стае и в преступном сообществе, но жертвенная любовь христианина, которая выше всего этого, это нечто совсем другое. И Христос говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Вот на этом мы немножко остановимся, это окончание сегодняшней главы. Что значит Христос позвал нас «Будьте совершенными, как совершен Отец небесный». Если бы Христос сказал «Будьте совершенны, как Моисей», мы бы знали, чему в жизни Моисея мы будем подражать, а чему нет. Если бы Он сказал «Будьте совершенны, как Давид», мы знали бы, чему можно подражать в жизни царя Давида, а чему нельзя подражать в его жизни. Но когда Он позвал нас стяжать совершенство Отца Небесного, к чему Он нас призвал? К бесстрастию божественной любви, которая изливается на все творение. Ибо действительно, Бог промышляет и о праведных, и о неправедных. И пусть твое и мое сердце будет открыто навстречу каждому человеку. Тогда мы можем называться сынами Божьими, христианами. Не по наименованию, а по сути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok